Сразу у меня в таких ситуациях возникает вопрос, а как вот вы с ним живете, что если, когда вы начали слушать лекции, допустим, вы же могли с ним все это обсуждать, так аккуратно общаться на эти темы. Почему так бывает, что люди куда-то погружаются, что-то слушают сами, не оповещают об этом своих близких, потом начинаются изменения в их жизни серьезные, они развиваются как-то как личности, а близкие люди остаются на прежнем уровне, и сразу возникает диссонанс в отношениях в семье серьезно. Буквально сегодня консультировал такую семейную пару, там возник диссонанс в результате того, что жена, она как-то оторвалась от мужа в развитие, сильно погрузилась, но при этом не погрузила его. Проблема ведь не в том, отказывается он или нет. Мы говорим сейчас об отношениях. Вот допустим, вы посадили семечко какое-то, ну не поливали его совсем, потом начали поливать и говорить, а что-то совсем не растет, оно там, наверное, может уже немножко присохло. Мы говорим сейчас о том, что отношения развиваются постепенно, нужно как-то открывать сердце друг другу, учиться вообще в жизни. Потому что если люди доверяют друг другу, потому что вы понимаете, что такое семья, разные семьи, например, есть такие отношения на уровне просто половых связей и выполнения друг перед другом обязанностей. Люди живут просто вместе, они вместе воспитывают детей, вместе занимаются сексом, копят на квартиру, и каждый занят дальше своим. Это классический такой западный вариант семьи. Каждый занимается чем-то своим, в личную жизнь друг друга не лезут, просто вместе сотрудничают в том, чтобы воспитывать детей и зарабатывать на себе, на будущее благосостояние. Разве это семья, разве такие отношения могут принести счастье? Семья означает, люди очень глубоко стараются понять друг друга. Это понимание приходит через служение друг другу, через заботу, через открытие сердца. То есть если вы заботитесь о муже, то он становится вам благодарным. Эта благодарность вызывает у него желание понять вас. Когда он пытается вас понять, постепенно он начинает понимать, чем вы увлечены. И вы также тоже от благодарности пытаетесь его выслушать, почему он так считает, что это не надо делать. Вот вы его выслушали, вот он говорит, это не надо делать. Вы просили его объяснить, почему? Ну хорошо, замечательно, надо найти какие-то за и против. Если это так, то зачем вам слушать эти лекции, если это секта. А если это не секта, то надо им, чтобы он это увидел сам своими глазами, понял. Он верующий человек, нет? Да. То есть у него есть конкретная вера какая-то определенная. И она запрещает. Нет, я про вас. Ну вера запрещает, да, слушать такие лекции? Некоторые запрещают в храмах, некоторые. Мои лекции могут запрещать иногда. Так что, видите, здесь это идет все не просто, потому что между вами вот сложности в отношении, это идет все на религиозной почве. То есть он как бы против этой направленности вашей духовной. Может быть, а вы сами, у вас какая вера? Ну, может быть, вам тогда внутри вашей веры найти подобные лекции нравственные и слушать там, чтобы не вызывать вот таких вот противоречий в отношениях с мужем. Найти лекции. Есть же много православных людей, которые о нравственности рассказывают, лекции дают. Сохранять семью очень важно. Нужно быть внимательным к тому, как близкие относятся к нашим увлечениям. Если увлечение не нравится близкому человеку, то есть смысл задуматься серьезно над тем, что делать. Может быть, есть смысл найти то же самое так, чтобы не было противоречий. Допустим, в рамках вашей веры внутри там как-то. Есть по-разному настроенные люди. Некоторые спокойно относятся к тому, что человек получает знания с разных духовных культур, традиций. А некоторым нравится, чтобы все внутри только одной традиции было и никаких дальше в сторону. Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваши знания. Спасибо. Ну, надо прислушиваться к желанию мужа в этом моменте. Прислушиваться сильно. Его желание важно, потому что бывает такое, что идеологическая платформа разрушает семью. Представляете, такое даже бывает, что люди на идеологической почве разрушают отношения. Кому это надо? Смысл какой в этом? Так что я считаю, что ваше слушание моих лекций менее важно, чем ваша семья. Подумайте об этом. В этом направлении мысли стараться. Знания можно из разных источников получать хорошие. А кому, вот поднимите руку, кому вот так часто приходят плохие мысли, что это мешает жить? Смотрите, много людей в зале. Ну, теперь у меня к вам вопрос. А вы можете вот свою судьбу принять? Ну, что вот у вас такая судьба, что в результате прошлых своих поступков вы пока не достойны того, чтобы только чистые, светлые мысли были в вас в голове? Да, я так не понимаю. Ну, вот это принятие... Я не представляю себя первым. Вот это принятие является первым шагом для победы над судьбой. Принятие. Примите просто, что вы не можете с чистой, светлой головой жить. Но принятие не означает, что вы идете на поводу у них. Вы просто видите, что они есть, наблюдаете за ними, но не делайте так, как они требуют от вас. Эти мысли как голоса идут или просто мысли? Мысли. Мысли даже черные. Мысли. Это не голоса, мысли. Мысли. Они не диктуют вам ничего, а просто размышляют. Они вспыхивают внутри. Это может быть под влиянием духов такое может быть, когда насилие, мысли как насилие над человеком совершаются. То это означает плохая защита психическая. Защита усиливается с помощью деревьев. Когда человек стоит возле деревьев, он усиливает свой защитный каркас психический. Надо, может быть, стоять возле деревьев 20 минут в день, какое-то большое толстое дерево найти, которое вам нравится, успокаивает вас. И вот так стоять, увеличивать защиту. Статические упражнения увеличивают защиту и постоянный звук молитвы дома увеличивает защиту. Также свеча, если горит. Защита увеличивает также правильно соблюденный режим дня. Если вы не переутомляетесь, поздно не ложитесь спать, слишком поздно не встаете, слишком рано не встаете. Спите не меньше 7 часов в день. Защита психическая крепнет у человека. Когда он нарушает режим дня, слабеет. Камни защищают человека. Можно камнями защищаться. Вот у меня, видите, камни на руках. Это не просто так. Они дают защиту. Видите, людям больше всего нравится не самим что-то делать, а когда кто-то что-то поможет. Это самый лучший вариант жить. Далее Геннадьевич, дайте такой рецепт, чтобы я ничего не делал и при этом все было классно. Попробуйте сначала сама что-то делать, хорошо? Что я вам сказал. Если у вас не получится, тогда следующее уже обращение к нам в клинику, там следующий шаг. Но первый шаг это всегда сам человек должен что-то делать. Если он сам себе помогать не хочет. У нас есть много таких пациентов, которые постоянно лечатся и лечатся. Если их спросить, вы себе-то сами помогаете, они говорят, ну вы же обещали, вот и помогайте. Вот эти фразы, когда говорят, вот если ты вот этого не сделаешь, в твоей жизни ничего хорошего уже не будет. Ну как так вообще? Это как, знаете, в кроссвордах есть такое, идешь-идешь, раз и тупик. Все. Встал в тупик. Нет выхода. И назад тоже идти нельзя, находить назад тоже там нельзя. Все, проиграл. В жизни так не бывает. Я думаю, что можно пора начинать лекцию, наверное. Веда объясняет, что между умом, разумом существует определенная связь. Эта связь имеет несколько вариантов. Первый вариант связи это звук. Есть, как я уже говорил, пять чувств. Самое главное чувство, это чувство слуха. Давайте научимся различать между ухом. Вот ухо у меня. Это орган слуха. Он соединен с нервной системой. Там молоточек, там наковальня, все, там есть анатомическая структура. Это называется орган слуха. Орган слуха через нервную систему соединен с чувством слуха. Молоточек, наковальня, ухо умирает после смерти человека. Чувство слуха остается с тонким телом психическим. И человек может слышать вид сверху, когда он выходит из тела, из грубого, без уха. Просто одним чувством слуха, оказывается, можно слышать напрямую. И поэтому есть люди, которые открывают себе эту способность слышать без уха, имея глухоту врожденную. Они слышат все, что говорят люди. Причем слышат не так, как мы. Так как они слышат с помощью ума, поэтому им нет разницы слушать того, кто говорит здесь, или тот, кто говорит за пять километров отсюда. У них нет разницы. Таким человеком была Ванга. Она доказала, что чувства могут работать без органов чувств. Например, у нее не было глаз. Вернее, они были, но они даже были закрытыми. То есть они не могли видеть в принципе. Потому что она была слепа с детства. То есть она попала в катастрофу. То есть и ослепла в результате. Но она рассказывала, сейчас к нам подходит такой-то человек, у него такая-то жизнь. И как бы он входит сюда. И сейчас я с ним буду общаться. Теперь заходит этот человек, она с ним начинает общаться. Она его увидела своими чувствами зрения, которые принадлежат уму. А так как ум способен на расстоянии действовать, поэтому она спокойно владела этой возможностью. Сейчас, так как это все не изучено, многие люди, пользуясь неизученностью этой информации, очень хорошо зарабатывают. Эти люди называют себя ясновидящими, яснослышащими, яснопомнящими, ясноговорящими и яснособирающими с народа деньги. Как выглядят эти люди? Они что-то видят и слышат, это факт. Но так как у них нет чистоты в сердце, поэтому они в основном людей запугивают. Потому что если говорить уже о тонкой информации, для человека очень важно тонкое знание так получать, чтобы оно его вдохновило поменять себя. Но если человеку говорят, тебя сглазили, испортили, отворот, поворот, заворот, приворот, то есть его пугают этим знанием каким-то невидимым, то это признак того, что это шарлатан. Почему? Потому что даже опасность в чем заключается, что видеть тонкий мир несложно. Любые люди чувствительные чувствуют жизнь другого человека, это несложно, и здесь ничего особенного нет. Проблема заключается в том, что этот человек нацеливает человека на негатив, а это и есть то, что разрушает его жизнь. Потому что единственное нацеливание человека на победу над судьбой, это то, что как раз этот человек должен сказать. Но такие вещи говорят только святые люди, потому что они сами сначала жизнь человека убеждают в своем сердце, а потом докладывают ему про его судьбу. Но с такими святыми людьми общаться трудно найти такого человека, потому что деньги не зарабатывают, он себя не рекламирует никак, экстрасенс в 55-й степени и так далее, он этого не говорит. Он просто скромно живет себе, и у него такие качества от этого человека, что он не будет навязывать себя никому. Он очень скромен, чист, с сердцем. И поэтому такой человек редко встречается в целом, который может сказать нам правильную правду о своем будущем. Поэтому правило очень простое для человека. Не надо, чтобы узнать о своей судьбе, никуда ходить вообще. И не надо ни у кого об этом узнавать вообще. Потому что в основном все люди, которые этим занимаются, просто пользуются вами и пугают народ для того, чтобы зарабатывать на них деньги. Если вы хотите о своей судьбе узнать, то живите честно. Из сердца все станет понятно. Вы почувствуете свою судьбу. Каждый человек это может сам сделать. Придет время, вы также поймете, с кем можно советоваться. Таким человеком может быть наставник. Наставник это человек, который серьезно занимается самосовершенствованием, в какой-то духовной традиции. И он может помогать понять будущее человеку. Не обязательно там все подробно знать. Направленность человека видна всеми людьми, кто честно живет. Видна направленность. Вы, допустим, видите направленность своих детей. Правда ведь? Это предсказательная вещь. Говорила мама мне про любовь обманную. Она просто тратила слова. Затыкала уши, а я ее не слушала. Мама, мама, как же ты была права. Предсказание? Ах, мамочка, на самочках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой, на свое я Голюшко. Ах, мамочка, зачем? Понимаете? Предсказание же, правда? То есть каждый человек чувствует сердцем, где хорошо, где плохо. Надо вот в основном в этом направлении двигаться. Не нужно ходить никаким бабкам-гадалкам, потому что они пугают народ и привязываются к негативу человек в результате. Что такое позитив, что такое негатив? Позитив — это та информация, которая дает человеку силу жить. «Бьется музыка, 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 то печаль, а то веселя, от которой так хочется жить». Если жить хочется от чего-то, значит, это позитив. А если не хочется, если человек начал грустить, в депрессию впал, испугался, это неправильное знание. Оно может с истиной быть связано, но оно разрушает человека, поэтому такое знание не нужно искать нигде. Обычно его дают люди, которые хотят воспользоваться нами как-то. Способы постижения знаний. То есть мы с вами изучили два направления. Нужно ли восходящее знание, экспериментальное знание? Конечно, нужно. Оно нужно для нашей жизни. Оно помогает нам работать, помогает понять, что кушать, что не кушать, понять, где кирпич может прилететь, в какую машину садиться, в какую нет, какой дом покупать, какой нет. Это все надо знать. Но качество жизни, способность человека совершать правильные поступки, уже это другой тип знания, который идет от священных писаний. Сейчас, конечно, много всякой психологической мысли, которая тоже претендует на абсолютную истину, но в ней есть и хорошее, и плохое. Невозможно там все понять. Всякие виды психологии там и так далее. Невозможно все понять, потому что это все опирается просто на научный эксперимент. Иногда этот эксперимент правильную дает систему, иногда нет. Мы не можем знать. Но в священных писаниях все написано правильно. Здесь ошибок не может быть. Методы познания. Мы говорили сейчас о способах. Теперь методы. Вот смотрите. Есть разные методы в зависимости от развитости человека. Например, метод экспериментальный. Практика жизни очень важна. Человек должен всегда из нее делать выводы. Человек не должен наступать на одни и те же грабли в два раза. Как это делал Чарльз Чаплин. Мы должны знать, что есть и другие методы познания. Например, удивительный метод познания заключается в том, что человек очень внимательно слушает. Слушает кого? Тот, кто обладает практическим знанием. Не теоретическим, а практическим. Два условия. Один слушает внимательно, означает с верой. Но с верой не означает фанатично. Некоторые фанатично слушают. Они дифференцируют, что правда, что нет. Внимательное слушание означает, что сердце работает. Оно чувствует, вот это так, с этим я уже согласен. А это надо проверить. То есть он не отрицает. Как некоторые люди сидят, думают, да, это я все знаю. Да ладно, что ты там гонишь? Ну, то есть это невнимательное слушание. Человек сомневается. Внимательное слушание означает, что человек, который говорит, проверен. И человек, который слушает, хочет понять глубоко. И это означает, что его разум очень сильно активен. Как помните, фильм «Ленин в октябре», там «Ленин, товарищи», и все, раз, товарищи, все как бы очень внимательно начали слушать, что он будет говорить. То есть это означает очень сильная включенность разума. С помощью такого слушания человек может очень сильно менять свою судьбу, потому что он получает вдохновение в результате такого случая. Что значит вдохновение? Допустим, если я говорю, надо вставать раньше, чтобы быть здоровым. Те люди, которые слушали очень внимательно, они встают раньше. Почему? Потому что они вдохновились. А те, которые слушали невнимательно, они не встают раньше. Почему? Потому что они не вдохновились. То есть вдохновение — это сила, которая приходит через звук. Но мы почти ничего об этом не знаем. Оказывается, не обязательно человеку вдохновляться от другого человека. Можно вдохновляться изнутри себя. Поэтому люди с древности молились. Молитва — это не деятельность ума, это деятельность разума. Потому что с помощью молитвы и ум, он вширь действует. Он собирает информацию, изучает всё. А разум, он действует в одну точку. Человек во время молитвы повторяет один и тот, одну и ту же фразу, и движется дальше, дальше, дальше в постижении той истины, которую он изучает. И в конце концов, он соединяется с этой истиной. Способность соединения называется озарением или откровением, везде по-разному. Способность получать счастье от этого откровения называется вдохновением, энтузиазмом. Способность видеть источник счастья называется верой. А способность двигаться к источнику счастья называется решимостью. Видите, я вам написал функции разума, и все они связаны с источником счастья. Человек не может иметь ни вдохновения, если он не видит цель в жизни, не может иметь ни веру, если он не видит какую-то, верит, надо во что-то, человек не может верить во всё сразу. Если нет нацельности разума, так же нет у человека направленности жизни, потому что вектор жизни задаёт разум. Как человеку, допустим, спрашивают, ты для чего живёшь? Он говорит, я просто живу. Не для чего, а просто живу. Чего он меня спрашивает, для чего? Просто живу. Теперь сразу возникает вопрос, а он всё-таки для чего-то живёт или просто? Возникает вопрос. Некоторые люди могут считать, что они просто живут, но на самом деле ни один человек не живёт ни для чего-то. Если человек не разобрался, для чего он живёт, дальше могут быть проблемы. Сейчас расскажу, какие. Дело в том, что сама вот эта функция получать счастье от источника, она, от неё мы очень сильно зависим. Настолько сильно зависим, что если источник попран, то есть он исчез, а я в него верю, переключиться очень сложно. Человек не может поменять источник счастья в одну секунду. Ему нужно сначала привыкнуть к этому, принять, что этот источник счастья ему счастье не будет давать. Потом найти другой источник счастья. На это уходят годы. А то состояние, в которое человек попадает в результате того, что он потерял источник счастья, называется стрессом. Что такое стресс? Это состояние, в котором человек теряет счастье. Ему становится плохо, он находится в депрессии. Он печалится постоянно. У него нет уже радости в жизни. И это страшная ситуация совершенно. Кто из вас в такой ситуации несколько лет прожил? Проднимите руку. Все, кто подняли руку, знаете, что ваша цель жизни была выбрана неправильно и была выбрана спонтанно, без знания об этом. Ну, то есть так, в общем-то, все живут. Следует знать, что есть цели жизни, просто цели, а есть высшая цель жизни. И высшая цель жизни — это непростая штука. Ее человек должен осознанно выбирать. А выбирается она всегда просто по источнику счастья. Например, рождается ребенок. Вот у женщины не было никакой цели жизни. Она жила просто, как ей кажется, просто так. Появился ребенок. А что там от него исходит, от ребенка? От него исходит не просто счастье, а огромная доза счастья. Знаете, от маленького ребенка исходит огромная доза счастья просто. Особенно на мать, которая его родила. Для всех он радость приносит. Когда все на ребенка смотрят, что происходит, все улыбаться начинают. Почему? Потому что от него исходит счастье, энергия счастья. Очень сильно мать чувствует счастье от своего ребенка. И она начинает верить в него как цель своей жизни. Потом наступает половое созревание. В это время ребенок меняется направленность жизни. Он уже перестает бояться жизни и начинает жить, действовать как-то, искать себя в жизни. Его направленность меняется. То есть с мамой он переключается на девушку, на какую-то молодую, если это парень. Девушка на парня переключается, от мамы отрывается. То есть человек уходит в жизни. Но что мама чувствует? Она чувствует, что ребенок не уделяет долго в ней должного внимания отношениям. Она испытывает стресс, потому что она испытывала счастье от этого ребенка. А теперь он уходит из ее жизни. И она находится в стрессе в этот момент. Или, допустим, человек верит в близкого человека. Он живет ради близкого человека. Как вы думаете, что если я поверил в человека, может семья сохраниться или нет? Видите, я какой вопрос странный занял. При чем тут сохраниться или нет? А при том, что если верить в человека, ни один человек не может выдержать веру в себя. Ни один человек. Только Бог может выдержать веру в себя. Человек не может выдержать. В результате человек начинает гордиться собой, наглеть, вести себя неправильно, потому что энергия веры, она разрушает чувство собственного достоинства человека. Слепая вера. Допустим, часто люди верят в старших, говорят, скажите мне, как правильно, я не знаю. Но человек, который не сам не имеет наставника, он не должен считать себя старшим, он должен всегда думать, что по милости старшего я могу тебе сказать что-то. Но если человек говорит, я тебе сейчас буду говорить, он вещатель, то в этот момент он теряет себя как личность, его разум покрывается эгоизмом, он становится небескорыстным, этот человек. Он начинает себя считать чуть ли не богом, в результате разрушается его жизнь, такого человека. Поэтому вера это страшная штука, она опасна, если человек почувствовал на себя влияние веры, то есть он ее не передает никому, он считает, что так им нужно жить. То тогда результат печальный. Вот это очень важно, когда человек в стрессе находится, это единственный выход спасения. Человек должен или в природе найти успокоение, то есть он должен получать энергию, откуда счастье. Энергия счастья идет сильно от природы. Или он должен получить в людях успокоение, должны быть люди, добрые люди рядом, которые могут вывести. Или в храме, в Боге успокоить, своей вере. Других способов нет. Если человек в стрессе находится и сидит одиношенник, ночь яблоком стучит в окно, значит он разрушает свою жизнь. В депрессии, когда человек находится, у него сначала психические каналы, которые действуют на психические функции, забиваются. Потом забиваются психические каналы, которые действуют на физические функции. То есть у него начинают развиваться хронические заболевания, и так человек помирает потихоньку. Если человек находится в депрессии, и он не заставляет себя строить отношения с этим миром, он разрушает свою жизнь таким образом. Поэтому видите, разум это серьезная вещь. То есть если человек не изучает, как он действует, если он не знает, что такое цель жизни, как их ставить правильно, то он попадает в засаду. Часто люди даже не знают, что их является целью жизни. Они только узнают, когда в стресс попадают. Например, человек не знает, что его целью жизни, он поставил себе высшую цель жизни, это его работа. То есть он считает, что это самое главное в его жизни, это его работа. Но работа не может быть самым главным в жизни, потому что она не вечную природу имеет. Может наступить кризис, твоя работа разлетится в дребезги. Результат – человек попадает в стресс, потому что он теряет источник счастья главный, и он уже разбитый, он не знает, как ему жить, что делать, потому что он попал в засаду. Таким образом надо понять, что есть высшая цель жизни, ее надо ставить осознанно. Нужно сходить вот туда и там узнать, что происходит, там идет галдеж конкретный. Вот это мешает лекции. То есть идея в чем заключается? В том, что цели надо осознавать свои очень четко. Например, ребенок не может быть высшей целью жизни, он может быть важной целью жизни. Работа, машина, деньги не может быть высшей целью жизни. Это может быть важной целью жизни. Надо это очень четко понимать. Если человек этого не понимает, он конкретно может попасть в засаду, потому что цель жизни, она забирает все сознание человека, человек приковывается к ней, если это высшая цель жизни. Поэтому высшей целью жизни может ставить только самосовершенствование, отношение с Богом, вера – это высшая цель жизни. А все остальные цели, они уже на следующих местах стоят. Но вы даже сейчас не поймете, о чем речь идет, потому что функции разума трудно понимаем и вообще в целом человек. Человек часто не понимает, во что он верит. Но я вам могу сказать, во что вы верите. Если человек, когда он остается наедине с собой, о чем-то думает, это часто указывает на его веру. Печалится, переживает о чем-то сильно. Он постоянно включен в эту тему. Это означает его вера. Допустим, мать часто думает только о ребенке своем, это значит, что она в него верит. Если эта вера настолько сильна, что она сильнее всех других отношений со всеми, то это очень разрушительно для женщины. Например, часто бывает такой синдром, что женщина, она только беременеет, только беременеет. И от ребенка уже начинает очень сильное счастье исходить. Даже несмотря на то, что он еще внутри находится, уже сильное счастье исходит от него. И женщина такая, она погружается в отношения с этим маленьким ребенком, забывает про все. В результате энергии любви на мужа вообще не идет, потому что она поглощена самим собой. Она становится отшиблена от отношений с мужем. А ему нужна энергия любви мужу или нет? Нужна мужчина, не может без женщины жить, без энергии любви, без этой. В результате он сначала какое-то время отстрадает, ходит, в зависимости от того, сколько у него терпения хватит. А потом бросает жену, находит себе другую. И она остается, рождается ребенок, она остается одна. Почему так произошло? Потому что она не знала, как устроен этот мир. Оказывается, нельзя позволять себе так сильно расслабляться в отношениях с ребенком. Надо понимать, что свою любовь надо переключать насильно, заставлять себя думать о муже, любить его так же. Иначе он убежит просто. Понимаете? Поднимите руку, а вот так произошло, женщины. Ведь есть такие люди, то есть мы не выдумываем ничего здесь. Второй случай. Мужчина, допустим, сильно любит свою жену, цель жизни женщины, для него вот его любимая. Она не выдерживает. Он начинает сильно концентрироваться на ее поведении, на ее словах. Он пытается ее контролировать во всем. Допустим, у нее есть какое-то увлечение, он ревнует ее к этому увлечению. У нее есть какие-то желания, он ревнует ее к этим желаниям. У нее есть подружки, он ревнует ее к подружкам. Он замыкает ее жизнь своей любовью. То есть она вообще не может ни дернуться, ни шелохнуться. В результате она в ужасе просто убегает из этих отношений, потому что выдержать это невозможно. Это означает неправильное мышление. Мужчина не должен ставить высшей целью жизни девушку какую-то. Если наоборот то же самое, мужчина становится гордым, начинает понукать женщиной, начинает как бы пренебрегать ей, считает себя крутым. Она становится униженной, несчастной, замученной. И она готова все терпеть ради него. Но он и бросает в конечном счете. Там всякие страшные ситуации возникают. Он может даже завести себе любовницу, приводить при ней домой. Я такое видел из-за такой влюбленности сильной, такие вещи происходят. Машина может стать целью жизни. Я когда еще был ребенком, прочитал одну статью, я был в шоке. Один мужик копил на Жигули всю жизнь. И когда он их купил, он решил поездить. И врезался в машину. Когда он узнал, понял, что нельзя восстановить эту машину. То есть он сам ничего не пострадал, все классно. Машина в дребезге. Восстановить невозможно. У него разрыв сердца. Смерть на месте. Почему? Потому что цель жизни была уничтожена на глазах. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть надо себя контролировать. Надо пытаться понять, что является целью твоей жизни. Куда тебя понесло. В некоторых, допустим, институт цель жизни. Институт. Значит, ты не поступишь в этот институт. Потому что человек, когда он считает, что институт для него цель жизни, он начинает очень сильно стараться выучить текст. Когда человек сильно старается выучить, он перегревается. В результате он вообще ничего не может выучить. Он учит, учит, учит постоянно, но не может выучить. У меня такая ситуация была. Представляете, я вот так сильно хотел поступить в институт, что я перегреваться начал. И слава Богу, что до меня дошло, что я не того хочу, надо как-то поменять желание. Я сделал над собой усилие, у меня все получилось. Но некоторые люди вот сгорают от этого сильного желания. Или желание выйти замуж, цель жизни. Женщина, девушка сгорает от этого желания. И больше того, это такое сильное желание, когда весь разум поглощен одной этой мыслью, то она и выбрать человека это себе не может. Потому что кто бы на нее не посмотрел, она сразу теряется. Потому что вот она цель жизни. И человек теряет себя, он не может контролировать себя в этой ситуации. Она становится подчиненной этому взгляду. Не может анализ проводить. Хороший человек, плохой. Не может выбрать себе человека. И больше того, даже в таком состоянии она ему не нужна. Девушка, чтобы выйти замуж, она должна быть королевой. Она должна доказать, показать, что я лучше, чем ты. Что я, ну как бы, красота сильнее, чем разум. Ну чем воля человека. То есть красота сильнее воли. Доказывает девушка всегда. Она смотрит на нее, говорит, ну и уходит. Летячей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Пелагея моя. Ну то есть, видите, нужно владеть собой. Не нужно там увидела и все, замерла. Таким образом, мы видим, что цели в жизни бывают разными. Но я немножко перескакиваю. Я вам не договорил о процессах познания. То есть я вам сказал, что есть один метод. Это метод чисто экспериментального опыта, жизненного опыта. То, что понято с трудом, то мне дороже. С трудом или со страданиями. Второй метод — это метод слушания с верой. Дает возможность человеку постичь истину через звук. Человек очень глубоко сначала осознает тему, а потом проверяет в своей жизни. Человек, который познает на практике, он сначала проверяет жизнью, а потом понимает, как. А человек, который слушает, сначала понимает, а потом проверяет, пробует на жизни. Причем он понимает то, что другие сделали, не то, что он сам. То есть он сокращает дистанцию, быстрее усваивает материал. Есть еще третий метод познания, абсолютно непонятный в современном мире. Этот метод познания, он является выпавшим из нашей системы вообще ценностей и восприятия. Этот метод познания заключается в том, что человек постигает мир с помощью звука. Он может просто читать молитву, и эта молитва дает ему глубокие реализации в жизни. Большинство людей не знают, что такое метод познания существует. Они думают, что это просто сказки. Они знают, что человек просто сидя где-нибудь там и молится, он может знать и разбираться во всем гораздо больше, чем те люди, которые живут в практической жизни. Они знают, что такое метод познания существует. Этот метод познания основан на восприятии истины. Человек настраивается на источник истины и через него понимает мир уже. То есть мы настраиваемся на тех, кто уже связан с источником, на человека с опытом. Или мы сами становимся источником познания, мы в эксперименте узнаем. Или настраиваемся на человека, который знает уже как правильно, мы ему доверяем. И через него постигаем истину. А есть те, которые напрямую могут настроиться на источник истины. Это редкие души. И метод этот очень сложен. Люди с низким интеллектом, низким разумом учатся на своих ошибках. Люди со средней степенью разума, средней силы учатся с помощью наставлений. Люди с высокой силой разума учатся через свое собственное сердце, способные через молитву постигать истину. Это самый сложный метод познания, который существует в этом мире. Но он необходим, его необходимо, потому что он также дает очень сильный инструмент в победе над судьбой. Потому что есть три степени сложности судьбы. Первая степень сложности побеждает со своими силами. То, что понято с трудом, то мне дороже. Вторая степень сложности своими силами не победишь. Например, человек заболел так, что он не может сам вылечиться. Есть такие книжки, там говорится «излечи себя сам». Знаете, очень опасное мышление. Потому что в ведах говорится, что есть три степени способности излечить себя. Первая степень, когда ты можешь излечить себя сам. Это факт. Вторая степень тяжести судьбы во время болезни такова, что человеку нужна помощь, ему нужна энергия извне. Эта энергия идет от стихии. Например, некоторые болезни связаны с сильным напряжением. Нужна энергия Земли, чтобы снять напряжение. Человеку самому не хватает силы, но Земля может ему это сделать. Некоторые болезни связаны с тем, что у человека не хватает энтузиазма, оптимизма. Он находится в депрессии. Энергия Солнца лечит такого человека. Некоторые люди страдают от того, что у них нет защиты. Очень сильная чувствительность, аллергия во всем теле и так далее. Энергия деревьев дает защиту. Дальше есть болезни, которые связаны с тем, что у человека снижается тонус, он становится очень вялым, слабым, у него нет сил. Ему нужна энергия воздуха, которая содержится в прогулке и в горах. Видите, то есть стихии или вот эти силы природы, они способны вылечивать человек. И эти энергии стихии также содержатся в камнях, допустим, в травах. В одной траве энергии воздуха больше, в другой энергии Земли, в третьей энергии Солнца. Когда энергии Солнца много в траве, она имеет острый вкус. Когда энергии Земли много, она имеет горький вкус. Когда энергии воздуха много в траве, она имеет терпкий вкус. Когда энергии воды много в траве, она имеет кислый вкус. Видите, через вкусы можно понять стихии. Так действуют врачи, когда лечат пациента. Можно непосредственно стихиями лечить, если человек это понимает. Итак, врач может вылечить человека, когда у него средняя степень тяжести судьбы. А когда у него самая высокая степень тяжести судьбы, даже врач не сможет его вылечить. В этом случае человека может вылечить тот, кто способен получать силы от Бога через молитву. Таким человеком был святой Зосима в Донецке. Там, я не знаю, как сейчас судьба этого монастыря, там идет война. Но я был в этом монастыре, видел этого человека уже на фотографии, потому что он в это время уже ушел из жизни. И я много читал о нем, слушал рассказы разные, и в записях, и в книжках. И удивительная личность, к нему приходили люди, допустим, вот случай, маленький ребенок, мать с ребенком приходит, говорит, у меня сын умирает от воспаления легких, помогите. И он начинает молиться постоянно, неотрывно. И сын, ребенок с каждым днем лучше, 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 пройдет несколько дней, он раз вылечился. И так куча, куча таких примеров. Понимаете, то есть этот человек не жалел себя, он во время такой молитвы не ел, не спал, молился, молился, молился до победы. Ну, то есть очень сильная личность, удивительная личность, но таких мало людей. В основном мы не можем похвастаться тем, что нас так будут все лечить. Это милость Бога, такого человека получить, конечно же. Но человек сам может обладать такой силой. Мы поэтому с вами и проводим этот семинар «Развитие разума», чтобы понять, как его развивать. И первое, что понять, нужно понять, что такое разум, как он работает. Самое первое, что нужно понять, что разум работает в нескольких вариантах. И надо понять, как он вообще никогда не работает. Например, когда мы просто думаем о чем-то, в это время разум не работает. Если мы что-то делаем, в это время разум работает. Но если в том случае он работает, когда мы что-то делаем не для себя, когда мы что-то делаем для себя, разум выключается, он не работает. Когда человек делает доброе дело не для себя, старается, разум включается, работает. Когда человек болтает с целью наслаждать свой слух, анекдотики всякие рассказывают, веселиться, разум в это время не работает. Но если человек читает о жизни святых людей, то есть думает о них, не о себе, о них, в это время разум работает. Если человек молится и думает о Боге, разум работает в это время. Если человек вдохновенно поет о чем-то возвышенном, разум в это время работает. Или слушает вдохновенную песню, или слушает, как другие молятся, или видит, как другие совершают добрые дела, в это время разум работает. А если человек нациклен на себе, думает только о себе, печалится, тоскует, мечтает, в это время разум не работает. Только разум может победить судьбу человека. Отсюда отметаются сразу некоторые практики, например, визуализация. Человек говорит, а вы просто мечтайте. Мечтайте, и у вас все получится. Система не работает. Мечта находится в уме. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Такие стихи есть. Когда человек мечтает, он просто живет тем, что еще не положено. Допустим, девушка мечтает замужестью, она мечтает, она же уже живет там, в будущей своей семейной жизни. У нее там уже дети, хороший дом. Но ей пока этого не положено. Она проживает это все раньше времени. Это неправильно. Мечты не вдохновляют человека что-то сделать. Ей легче помечтать, чем пойти помочь кому-то и таким образом стать красивой по-настоящему. Потому что есть два вида красоты у девушки. Одна красота идет от разума, а другая от ума. Та красота, которая идет от ума, она соткана из красоты, которая вызывает половые желания у мужчин. Когда девушка накрасилась, она внешне такая симпатичная, красивая. Вот. Она вызывает половые желания. И мужчины не хотят ее замуж брать. Они хотят наслаждаться с помощью нее. Понаслаждаются, выкинут. А та красота, которая идет от разума, она соткана из хороших поступков. Такая девушка, она заботится обо всех, она ухаживает, любит, старается всем помочь. И она становится красивой изнутри. И такая красота вызывает желание жить уже с такой девушкой. Не наслаждаться ей, а жить с ней. Потому что жить — это функция разума. Наслаждаться функцией ума. Это называется разумный подход жизни. Это аскеза. Разумный подход жизни — всегда аскеза. А балдежный подход жизни — всегда не аскеза, но он не помогает быть счастливым. Если человек проводит время зря, просто наслаждается жизнью, разум не развивается. Разум развивается в том, что человек заставляет себя что-то делать. Есть много интересных. Видите, вы, Олег Геннадьевич, уже устарели. Вы все время какие-то старые песни нам постоянно включаете. Современные они другие. Надо как бы жить в ногу со временем. Вот современная песня. Буквально несколько дней скачал. Она говорит о развитии разума. Актуальность жизни. Говорит о том, о войне, о том, что сейчас происходит. Как можно выручить свет? Как можно отнять мать, у ребенка, которого пять лет? Видео еще идет с событиями. Нет. 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 Человек нам не домой. Сколько времени будет он жить. Надо было выбирать одной. Как ему с этим временем быть? Давайте разберёмся с этим вопросом. Песенка нас навела на мысли. Итак, следующая тема, которую я хотел бы сегодня обсудить, введя этот термин, потому что без него невозможно понять, что здесь вообще происходит. Дело в том, что введы описывают, что самая главная сила, влияющая на нас, это сила времени. И, к сожалению, возможность понять, что будет, только у очень возвышенных личностей. Так, допустим, Сергий Радонежский и Серафим Саровский точно знали, когда они уйдут из жизни. Они это не скрывали. Это можно было узнать по их высказаниям. Мы не знаем с вами, когда мы уйдём из жизни. И причина заключается в том, что мы с энергией времени не так глубоко контактируем. Есть разные степени контакта с энергией времени. И большинство людей, они просто реагируют на время. Они не могут с ним находиться в очень глубоких отношениях. То есть причина такого поведения заключается в том, что мы не знаем, как это всё работает. Давайте немножко углубимся в эту тему, потому что она связана с развитием разума напрямую. Итак, дело в том, что время — это такая сила, которая самая сильная энергия, существующая в этом мире. Это энергия времени. Она внутри грубого тела, нашего материального тела, все процессы старит. Там происходит просто старение. Причём есть два способа это делать у времени. Первый способ — это постепенное старение, а второй — волнами, циклами. То есть бывает время, что время наваливается так, что человеку хуже становится резко, несмотря на то, что он ещё не старый, он начинает болеть сильно, ему плохо становится. Сразу возникает вопрос, что в это время делать. Веды говорят, что единственный способ победить время — это аскезы. Для каждого влияния времени своя аскеза. Например, если в тело входит болезнь, то аскезы нужно соединять с природой. Например, если у человека, допустим, холод в теле, он должен находиться на солнце. Это аскеза. Если у него жар в теле, он должен находиться в воде. Это аскеза. Если у человека в теле напряжение, он должен, значит, тогда находиться на земле. Но аскеза означает, что ты делаешь то, что тебе не хочется. Ты пересиливаешь себя. И это возможно только с помощью веры. Если человек не верит в землю, он не может вылечиться с её помощью. Поэтому в древней культуре люди верили в лес, в землю. Не то, что они как в Бога в это верили, просто они... Ну, есть такое понятие, не просто не высшая цель жизни — вера, а вера как доверие. Даже вера между мужем и женой — это тоже вера. Но она существует как высокая степень доверия. «Верю в тебя, дорогую подругу мою». Это вера от смерти меня темной ночью хранила. Это вера как высокая степень доверия. Это не то, что вера в Бога. Мы человеку сильно доверяем. Также мы должны доверять природе. Когда человек болен, то энергия Бога — побеждающее время. А время может победить только энергию Бога, которая называется любовь. Через природу идёт любовь. Когда человек чувствует эту любовь, он побеждает болезнь. Второй тип энергии времени, он влияет на отношения, рушится отношения. В этом случае человек должен настраиваться на другую энергию, которая побеждает судьбу. Это энергия любви к людям. Когда человек любим людьми и любит людей, у него есть много сил препятствовать разрушению своей семьи, и препятствовать тому, что его выгонят с работы. Допустим, представьте ситуацию. Коллектив весь находится в конфликте с начальником. Он говорит, я вас всех поувольняю. И все говорят, слушай, Мария Фёдоровна, сходи, пожалуйста, к начальнику. Ты такой человек, что он тебя послушает. Почему он её послушает, как вы думаете? Потому что она всех любит. Она любит их, она любит его. И она идёт, он на неё кричит, она говорит, да, мы с тобой согласны. Так и есть, мы с вами согласны. Вы правы, мы не правы. Но мы и справимся. Он говорит, я всё равно вас уволю. Но жар уже спадает. Он уже не имеет такой силы решимости, потому что любовь успокоила его. Почему она его успокоила? Потому что через него действовало время. По судьбе этим людям было положено быть увольными с работы. Но так как она проявила энергию любви, именно любви, действующей внутри человеческих отношений, то эта энергия нейтрализовала влияние времени и в результате увольнения не последовало. Понимаете, о чём я говорю сейчас? Некоторые люди говорят, что в этом мире всё предрешено. Раз сказал уволит, значит уволит. Как некоторые астрологи говорят, вы знаете, вы осеннее пальто можете не покупать. Типа, расслабьтесь, зачем зря деньги тратить. Это неправильное мышление. Они не знают, как работает время. Время, оно предупреждает о том, что будет трудно. И может быть, ты не сдашь этот экзамен. Такое возможно. Но энергия любви способна побеждать время. Надо каждому человеку это знать. Если близкий человек уходит, то ты не можешь эту любовь даже проявлять словами. Ты ему говоришь, вернись, я всё прощу. Или наоборот, прости, вернись. Не работает. Он говорит, я не хочу тебя слушать. Я не верю. Но можно любить через сердце. Можно любить через других. Друзья могут спастись из семью. Старший может спасти семью. То есть энергия любви — это та сила, которая нейтрализует ли они времени. Любовь может действовать через природу. Тогда это лечит человека. Любовь может действовать через людей. Тогда это лечит судьбу, отношения. И любовь может действовать через храм, через Бога, через церковь. И тогда это убирает из жизни непреодолимые препятствия. В виде того, что человек не может осуществить в жизни. Например, отношения вроде хорошие, а замуж не могу выйти. Нужна вот эта энергия Бога здесь. Нужна уже молитва. Здесь уже не поможешь просто отношениями с людьми, хотя это тоже действует. Другими словами, есть разные энергии любви. Все они божественную природу имеют, но они выполняют разные функции. И когда человек стареет, это влияет на грубое тело. Потому что старость не влияет на психические функции человека. Психическое тело не стареет. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Психическое тело человека не стареет. В психике человека время действует, но действует иначе. Маленький ребенок. У него психика так устроена, что из него выходит очень много энергии счастья. И он сам это тоже чувствует. Он сам, может быть, не сильно чувствует эту энергию счастья, которая из него уходит. Но он видит, как его воспринимают другие. Он смотрит, и все дарят ему счастье. Весь мир этот дарит ему счастье. Все улыбаются, все его любят, все его тискают, маленького ребенка. И он часто находится с людьми. Ему нравится. Время действует. Человек взрослеет. С каждой секундой времени все больше трудностей выходит изнутри вот этого шарика, который находится у нас в области сердца. Который называется глубинной памятью человека. На санскрите Моха-Бхага. Ну, то есть, там находятся все события нашей жизни. И в детстве больше счастья выходит. А с возрастом все больше трудностей. Потому что цель человеческой жизни не счастье, а развитие. Постижение истины, цель человеческой жизни. Если бы счастье была цель жизни, тогда наоборот. В детстве было бы мало счастья, а с возрастом все больше и больше и больше. И бабушек и дедушек бы все очень любили, а детей нет. Попу бы все бабушек и дедушек целовали, а детей бы не целовали. Но оказывается, с возрастом все больше трудностей в жизни выходит. Потому что человек должен стать мудрым со временем, а не счастливым. Вот если он становится мудрым, тогда он также становится и счастливым. Потому что цель жизни достигнут. И так в психическом теле время тоже действует. Оно увеличивает количество трудностей с возрастом. Но оказывается, у человека есть не только грубое и психическое тело. У него еще есть один вид тела, который вообще труднопознаваемый. Этот вид тела называется духовное тело. У духовного тела есть духовный разум, духовный ум, духовные чувства. И человек, когда он говорит «я», он имеет в виду себя, означает душа. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Ну то есть, вот это очень важно знать, что в зависимости от развития разума человек считает себя чем-то. И от этого считания все в его мире полностью подчинено этому. Все. Как он себя считает, так он живет. Сколько у нас осталось до конца? 20 минут. Об этом мы с вами поговорим завтра. Сегодня же я вам сейчас расскажу один метод, который все, кто были в умных лекциях, знают, конечно. Это метод развития разума с помощью звука. Я вам расскажу историю, как я начал практиковать эту методику. И потом мы потренируемся с вами на лекцию немножко. Это не связано ни с какой конфессией. Это повторение будет «я желаю всем счастья». Мы будем повторять. Интересно знать, что в древней культуре люди имели очень сильные межконфессиональные связи и межконфессиональные отношения. В древней культуре такого не было, что люди считают, что моя вера единственная правильная, все остальные неправильные. И поэтому мир в древней культуре зависел от любви друг к другу, от того, что люди признавали веру друг к другу, любили веру друг к другу, но верили в свою. То же самое, допустим, взять отношения, как много девушек, хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Ну, то есть, это не то, что меня тревожит одна, все остальные плохие, только одна хорошая, все остальные вообще демоничные, а это она божественная одна. Немножко не так. Это объясняет, что Бог создал разные веры, потому что у людей разные желания по отношению к Богу, они хотят разные отношения с Ним развивать. Никто не может развивать одинаковые отношения с Богом, и поэтому даже люди в рамках одной веры все равно отличаются в своей способе молиться там и так далее. Но если говорить в целом о глобальных каких-то вещах, то если, допустим, я просто схематично вам говорю, не хочу из этих фраз делать абсолютную истину, а просто примерно. Вот смотрите, если человек, допустим, хочет почувствовать в Боге его могущество, его силу, влияние, способность побеждать судьбу, способность быть непобедимым и так далее, тогда в этом случае он выбирает мусульманство. И даже, допустим, самообращение к Богу в мусульманстве, Аллах Акбар означает «Аля Аллах велик, могущественен». Теперь, если человек хочет в Боге почувствовать сострадание, самопожертвование, смирение, кротость, способность отдавать себя, то тогда человек выбирает христианство и так далее. Понимаете, я просто вам говорю, как человек делает выбор на основе чего. Если проанализировать, каждая вера, она связана с особыми качествами Бога, на которые делается опора. Когда человек выбирает, он именно этого и хочет в жизни. И эти желания, видно, у него были и раньше, потому что они очень глубоко сидят в сердце. Поэтому как бы нет смысла думать о том, какая вера лучше, какая хуже. Это неправильное мышление. Поэтому в древней культуре люди имели такие виды молитв, которые принадлежат всем верам сразу. Такие виды молитв назывались шанти-мантры. Шанти означает мир, для мира направлено на мир, а мантра означает молитва. Слово «ман» означает «ум», а «тра» означает «инструмент». То есть слово «мантра» буквально переводится «инструмент для обуздания ума». Именно этим молитвой и занимается. Она усиливает разум для того, чтобы обуздать ум. Потому что судьба действует в уме, и надо контролировать ум с помощью разума. Так вот, вот эти шанти-мантры, они звучали интересным образом. Они всем подходили, всем верам одновременно. Прочитаю вам одну из них. На санскрите и на русском. «Сорвей баванту сукина га» Я желаю всем счастья. «Сорвей шанту нирая моя» Я желаю мир, чтобы был мир во всем мире. «Сорвей бадрани пашянту» Пускай удача преследует всех живых существ. «Накашчи дук кабак бавет» Пускай никто не страдает. Какой вере это принадлежит? Сложно, да? Пускай всем верам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok